В минувшую пятницу в администрации Харциска состоялась конференция Городской Федерации Бокса. На собрании спортсмены и тренеры подвели итоги минувшего 2017 года, обсудили проблемы развития бокса в городе, а также избрали руководителя Харцисской Федерации. В повестке заседания Городской Федерации Бокса было обозначено всего несколько вопросов, основные из которых – количество и качество проведенных в городе мероприятий, а также достижения спортсменов на региональных и республиканских рингах в 2017 году. Победителей республиканских соревнований не было, но есть финалисты, есть призеры чемпионата ДНР, это уже радует. Плюс региональные соревнования, которые проходили в Шахтерске, практически все ребята заняли первые и вторые места. Трое моих учащихся поступили в этом году в училище Олимпийского резерва. Землянскому Дмитрию был присвоен первый спортивный разряд, и также Землянский Дмитрий получает, вошел в десятку лучших боксеров в республике, получает тоже стипендию в размере 4000 от Федерации Бокса ДНР. Не стали собравшиеся замалчивать и основные проблемы развития бокса в Харциске. Заместитель главы городминистрации Юлия Крюкова попросила присутствовавших на конференции руководителей Федерации Бокса Республики и Министерства молодежи спорта и туризма ДНР оказать содействие в приобретении спортивного инвентаря. У меня к вам просьба все-таки обратить внимание, если министерство все-таки заинтересована Федерацией в развитии данного вида спорта, все-таки оказывать какое-то содействие и помощь в получении инвентаря. Потому что этот инвентарь недостаточно дорогой, приобрести за те 5%, которые нам бюджет выделяют, мы практически не можем, то есть это какие-то определенные мелочи. Может быть, будут эти гуманитарные какие-то помощи от Российской Федерации. К сожалению, город Харциск за последние 3 года ни разу ничего не получал из инвентаря для этого вида спорта. Поэтому хотелось бы обратить внимание, потому как дети у нас действительно очень талантливые, ребята показывают достаточно хорошие результаты на фоне этих соревнований, которые мы видим. И хотелось бы, чтобы этот вид спорта развивался. Главным вопросом повестки дня стали выборы нового президента городской федерации бокса. После того, как прежний ее глава, известный спортсмен и тренер Андрей Балясов сложил в себя полномочия. На освободившуюся должность было всего два претендента – Андрей Куликов и Андрей Балясов-младший. Участники конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Андрея Балясова-младшего.